Добрый день, уважаемые коллеги! Мы хотим всегда сделать несколько общих сообщений относительно функционирования Директ Академии. Директ Академия у нас проводит вебинары каждый день, кроме праздников и выходных дней. Поэтому следующий наш вебинар состоится с 6 числа, во вторник, после праздников. В самом начале чата я отдал несколько полезных ссылок, точнее 4. Первая из этих ссылок ведет на главную страницу Директ Академии, на ее расписание. И в этом расписании вы можете зарегистрироваться на все вебинары до конца нашего учебного года, до июня месяца. Выбирайте любой вебинар и регистрируйтесь прямо сейчас. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на Ютьюбе и на этом видеоканале появится в том числе и эта запись, ну как только конвертируется. Возможно к концу сегодняшнего дня, а может быть чуть позже. На нашем видеоканале в настоящий момент присутствует более 350 записей наших вебинаров. Так что подписывайтесь на наш канал и будете всегда в курсе того, что на нем происходит. Третья ссылка ведет на страницу нашего сайта онлайн-курсы. Там предложение Директ Академии о проведении онлайн-курсов, о проведении онлайн-обучения по нашим онлайн-курсам. В настоящее время представлено 8 курсов и один из них, курс Натальи Логачевой, запускается уже сразу после праздников 7 ноября. Уже набрана группа и начнется обучение. Если кому-то интересно, курс посвящен работе над диссертациями. Если кому-то интересно, еще есть время небольшое присоединиться к нам. Ну и наконец, последняя четвертая ссылка ведет на страницу нашего сайта, где вы можете после окончания нашего вебинара приобрести сертификат об участии в нем. А также об участии во всех вебинарах, на которых вы были с начала нашего учебного года. Ну и как всегда, перед началом я хотел бы анонсировать три следующих вебинара, которые состоятся в Директ Академии. Это вебинар Юрия Майского, который состоится 6 ноября. Вебинар называется «Хорошо говорим. Голос и речь как инструменты педагога». С 7 ноября состоится вебинар Константина Костюка, генерального директора компании Директ Медиа. Книга знаний, перспективы и форматы в бурное время трансформации медиа. Ну и наконец, 8 числа, в четверг. Вот если не изменяет память, должно быть четверг. Ну, я сейчас что-то усомнился, потому что Марина обычно по средам проводит наши вебинары. Ну, так или иначе, пока анонсировано именно так в нашем расписании. В четверг в 15.00 Марина Орешко проведет вебинар «Необычные библиотечные форматы. Комиксы, флеш-карточки, рабочие листы, что еще». Прошу любить и жаловать. Марина Орешко наш тоже постоянный ведущий. Ну, а теперь я предоставляю слово Юрию Николаевичу для проведения нашего сегодняшнего вебинара. Юрий, прошу на связь. Спасибо, Павел. Здравствуйте, дорогие друзья. Я бы хотел обратиться к вам с просьбой выбрать среди всех присутствующих моего секундантового помощника для того, чтобы нам обеспечить ту самую интерактивность, которую мы сегодня будем рассматривать. И среди всех присутствующих, я смотрю, мне больше всех знаком коллега, Сергей Александрович Чемизов, мой друг. Добрый день всем еще раз. Сергей Александрович, я предлагаю стать моим помощником, который будет быстренько, визуально отслеживать ответы наших участников и сообщать, что решил наш сегодняшний так называемый электронный коллизей, то ли так, то ли вот так. Как вы смотрите, друзья, не против, чтобы Сергей Александрович был моим доверенным лицом, помощником, который будет честно, добросовестно обсчитывать быстренько наши результаты голосования. Кто согласен, напишите знак «плюс» или «эс» прекрасно. Сергей Александрович, большинство уже единодушно просят, и я думаю, что вы с честью справитесь с этой задачей, если, конечно, нет самоотвода и возражений. Ну и я бы хотел напомнить, кто смотрел мой ролик, я там декларировал вот этот новый метод коллизея, спасибо. И я бы хотел спросить, дорогие друзья, сначала вам задать такой вопрос. Сергей Александрович, внимание, посчитайте наши голоса. Со времен Аристотеля существует, как я говорил в ролике, три вида публичного выступления. Это информационное, когда просто рассказывают, информируют о какой-то новинке, какие-то сведения, и нужно эту информацию принять. Второй, так называемый эпидектический, это или кого-то заклеймить позором, или наоборот кого-то восхвалить, то ли на свадьбе, то ли какой-то трагический день рассказать, какие-то эмоциональные речи, эпидектика. И третий тип речи, это так называемый убеждающий, когда слушатель сам убеждается, что надо действовать, как надо действовать, и он хочет действовать. И вот сейчас я хочу задать вопрос, дорогие коллеги, вот по этой теме вебинара. Какой тип моего доклада, я не знаю, все зависит в ваших руках, какой тип доклада вам больше. Первый, второй или третий. Прошу написать первую, вторую или третью цифру. Информационный, эпидектический или третий убеждающий. А мой секундант, доверенное лицо от вашего и моего имени, быстренько, одним взглядом, сообщит итоговое мнение большинства. Вот, прошу проголосовать, написать цифру. Или информирующий, или эпидектический, хвалебный, или наоборот, критикующий, громящий, там, позором племящий. Или третий убеждающий. Итак, ну, в принципе, я уже сам увидел, я уже сам увидел большинство, хотя есть и разные точки зрения у нас. Ждем вердикта Сергея Александровича. Может быть, Сергей Александрович 3-12 уже посчитал. Первый вариант 5. Эпидектика, то есть, клеммение позором или восхвалением, никого не заинтересовало. Итак, я рад, что у нас уже этот метод интерактивности заработал. Я уже говорил в своем ролике, что я уже применил этот метод. И применил успешно в ходе смешанного оффлайн плюс онлайн доклада. В Сибирском федеральном университете часть слушателей сидели в зале, слушали меня с экрана. Часть, это в основном сибирские школы, СПО, около 30 таких удаленных участников голосовали, писали решения в чате. Я видел и чат, и у меня тоже был секундант. Видите, какая роль? Секундант-помощник, как бы независимый представитель от общества. Помогало мне. И так было очень здорово. Вот один метод, который я, интерактивности, который я вам предлагал. Когда предложил сейчас, и вы уже его рассмотрели, он не потребовал никаких финансовых затрат. Очень простая задача, но, по-моему, эффектное решение. Вы говорите, что я мог подготовиться, но я не знал, нужно ли это вам. Это, как я выяснил, повышает доверие накладчику, что он не просто вот сделал слайды, подготовился и рассказал, ответил на вопрос и ушел. Он действует, это спонтанно, непредсказуемо. Это повышает доверие. Теперь у меня к вам следующий вопрос, дорогие друзья. У меня приготовлена небольшая теория, по-моему, интересная, по вопросу эффективности применения онлайн-обучения с учетом именно интерактивности. И у меня подготовлены практические примеры. Вот сейчас я снова хочу вам задать вопрос. С чего лучше начать сразу? Или с примеров эффективной интерактивности, или с небольшой теории, как обычно это делают? Я не знаю. Вот я сейчас полностью прошу или один, или два. Или с теории начать, первое. Или с практики, второе. Прошу проголосовать, один или два. А мой секундант, уважаемый Сергей Александрович, он представляет нашу медицину, образование в системе медицины, мне будет помогать. В его руках зависит наша жизнь, наше здоровье. Я доверяю его рукам, его знаниям, опыту. И так, я не знаю. Жду ответа от Сергея Александровича по большинству. Первое, это начнем с теории. Второе, это начнем сразу с каких-то практических примеров. Теория 6. Второе 5. Все, теория, это классика. Прежде чем говорить о практике, сначала даю теоретические основы. Отлично. Хотя, вот, а, уже, вот, уже пошли, пошел баланс. Уже пошел баланс на грани. Видите, некоторые уже и не очень-то хотят теорию. Некоторые уже, как бы, почти половина. Что там теория? Сразу давай практику. Какие там примеры эффективной интерактивности. Но вот, по-моему, все-таки сторонников приоритета теории больше. Видите, какая у нас интересная интерактивность. Я попрошу моего секунданта все-таки подвести итог, с чего мы будем начинать. 7. Один голос, 7, и практика 6. Один голос, все-таки, лекция, теория. Небольшая лекция, конечно. Конечно, просят коллеги. Итак, дорогие друзья. Начну с небольшой теории. Сегодня компьютерное посредованное общение или технологии этого общения, вы их многие уже знаете, догадываетесь, о чем идет речь. Вот эти технологии трансформируют преподавание с целью расширения возможностей во времени и пространстве с поддержкой сразу нескольких средств, таких как текст. Хотя я иногда не соглашаюсь, что текст это интерактивность. Тем не менее, вот тот же мой друг Павел Юрьевич Калиников, он полагает, что текст тоже форма интерактивности. Это тоже точка зрения. Графика, голос, это все средства поддержки. И вот электронное обучение, как относительно новое, хотя уже десятки лет существует, несколько десятков. Оно принимается учреждениями в сфере образования на разных уровнях, особенно в сфере высшего образования. Оно имеет тренды к расширению. Например, в 2016 году в США было почти 10 миллионов студентов, которые участвуют в онлайн обучении, то ли в исключительном, то ли не исключительном. И в США отмечается, что каждый год это число растет на 10% студентов, которые применяют технологию онлайн обучения. Хотя в среднем рост числа обучаемых составляет в США 2%. На 2% растет общее количество и на 10% из этого количества всемарного, то, которое используют онлайн обучение. И примерно четверть всех студентов, которые обучались в 2015 году, проходили образование, получали образование с помощью именно онлайн технологий. То есть это становится преобладающей формой образования в университетах, колледжах и не только в США, но и в России. Сегодня мы наблюдаем, вот на слайде я показываю, три уровня внедрения информационных технологий в процесс обучения. Первый уровень – это персональные средства повышения производительности. Вот, например, опять же, Павел часто показывает очень классные примеры повышения производительности преподавателя с теми или иными технологиями. Хотя это и обработка текстов, электронных таблиц, которые повышают нашу эффективность. Это базовый уровень технологий. Он принят давным-давно, но сразу большинством высшего образования. В сфере высшего образования и среднего тоже. И общего тоже. Все применяют и Word, и тот же email, и так далее. Ну, с разного возраста, конечно, но применяют все. Второй уровень называется, на мой взгляд, обогащение надстроек. То есть, есть базовый уровень персональный, дальше идет обогащение. Что это такое? Это уже электронная почта, видео, веб-сайты, мультимедиа, инструменты. Они все добавляются к традиционному обучению. Хотя при этом порядок обучения остается такой же, как и в традиционных лекциях, традиционных занятиях. И вот на третьем уровне происходит сдвиг парадигмы, коллеги. Это требует от нас, от инструкторов, от тренеров, от методистов, от преподавателей перепроектировать обучение. Менять его содержание. И мы видим перенастройку обучения, чтобы в полной мере использовать новые технологии. То есть, то, что есть в оффлайн, оно резко отличается от онлайн обучения. Мы не можем переносить старые модели на новые. Не работают. Тут особая ситуация, которая подводит нас именно к вопросу интерактивности, к взаимодействию. И сегодня большинство организаций высшего образования уже достигли и первого, и второго уровня и стремятся именно к третьему уровню. Это происходит на наших глазах. Иногда мы это переживаем болезненно, но в целом это тренд, от которого нельзя отказаться. Это фундаментальное изменение учебной парадигмы. Может быть, нам это не очень нравится, но на самом деле это так. А парадигмы, напомню, я часто употреблял в моих вебинарах это слово раньше, в предыдущих вебинарах, это законченный взгляд, точка зрения на ту или иную проблему. Причем не просто в виде мнения, но и обоснований, выбора способов и сроков достижения. Вот это парадигма как некая цель или может быть даже бизнес-план в отдельных случаях. И вот в отличие от традиционной педагогики, сейчас мы переосмысливаем, педагогики переосмысливают учебные подходы для реализации потенциала. Он колоссальный. Мы вот в профи-до уже давно говорим, где-то 7-8% мы используем. Это в России. В мире оно там повыше. Там где-то около 30-40% этот потенциал используется, но все равно недостаточно. Он очень высок. И те, которые говорят, что студенты не любят, педагоги не любят дистанционное обучение, еще какие-то опросы. Ну и то же самое, что спросите с кемоса, любит ли он папайю. Что ему лучше? То ли папайя, то ли мясо оленя. Он не знает, что такое. Какой смысл его спрашивать, этого студента, если он не видит качественного? Надо ждать его, попробовать, а потом спрашивать. И вот студенты отличаются от подростков, надо заметить. Они больше самомотивированы. То есть то, что я сейчас говорю, оно к школе имеет особое отношение, а в вузе другое. И вот студенты способны учиться сами. В школе не всегда или почти никогда. Надо их сопровождать обязательно. Воспитывать, обучать, контактировать. И вот это парадигм образования должна обеспечить переход от традиционной лекции к активному обучению. Вот то сейчас, о чем спорят замена преподавателя на ролик. Это же пассивное просмотр. А мы говорим про активное обучение. Студентам нужно активное, чтобы можно было их даже контролировать. Что они смотрят, где они отказываются смотреть. И так далее. Мы же для чего приходим смотреть на них? Чтобы видеть, кто не спит, кому интересно. Если засыпают, не слушают, как-то привлечь внимание. В онлайн как это мы сделаем? Мы не видим, что он делает данную секунду при просмотре. Зато мы должны знать, что он получает. И вот педагоги должны способствовать тому, чтобы студенты участвовали в обучении. А не просто читать книги и смотреть ролик. Без вот этой интерактивности не будет никакого обучения. Существуют, вот сейчас я показываю, три проблемы. Существенные проблемы в онлайн образовании, в онлайн обучении. В том, что многие об этом часто говорят, что нынешнее обучение ориентировано на учителя. Инструкторы, преподаватели, лекторы, тренеры дают лекции, назначают домашние задания, дают тесты. Это ориентировано на учителя, на педагога, на лектора. Он царь и бог, с ним спорить нельзя, вот он сказал это все. Так вот, критикуют эту проблему. Это проблема, это не обучение. Обучение в таком традиционном формате, еще со средневековья, зависит. Да, оно может быть, но оно зависит от того, насколько преподаватель эффективно передает свои знания, улучшает им ясность, понимание того, о чем он говорит. Не все это могут, вот так вот, без контакта, без обратной связи, дать такое вот обучение. Однако, используя такой же учебный подход, или как говорят, учебный дизайн, некоторые называют его педагогический дизайн, вот среди электронного обучения, мы понимаем, что сталкиваемся с колоссальными проблемами. Если просто дали ролик, дали тесты, поставили контролера, проктолога, это проблема. И вот, первая проблема, что вот эти современные способы обучения, они являются более ценными и эффективными, но это бывает редко, редко. Вот это массовое внедрение ролик плюс тест, это частый случай, это проблема, надо исходить, исключать эти моменты, искать формы взаимодействия, тогда будет обучение. Вторая проблема, игнорирование важных потребностей учащихся, не потому, что Белоножкин так думает, или еще кто-то, это потребности именно учащихся в духовном взаимодействии с педагогом, от этого их способности начинают работать, не потому, что мы хотим создать мотивацию, это естественная потребность, в человеческом общении, тогда, ведь карьера их связана с чем? В будущем, в работе, это с контактами, а они не умеют контактировать, не умеют общаться, они общались с тестами, с роликами, то есть, они понимают внутренне, это проблема. И третья проблема, это то, что университеты, и в том числе СПО, не могут дать необходимые изменения, для адаптации, вот надо адаптироваться, а мы пока не можем, все привязаны к старой модели, нам надо сократить этот разрыв, между нашими теоретическими воззрениями, и тем, что хочет реальное производство, реальная экономика, это проблема, поэтому, успешное использование технологий, в интернет курсах, коллеги, требуют перехода от, просто обучения, к обучению с большой буквы, вот это онлайн, это обучение с большой буквы, когда учебный подход, должен перейти от учителя ориентированного обучения, к учебно ориентированному обучению, вот такие теоретические точки зрения, часто мы сегодня слышим, но не видим, не всегда видим на практике, о чем мы поговорим чуть позже. И вот студенты нового поколения, как отмечают многие исследователи, учатся по-разному от своих предшественников, они хотят не просто онлайн курсы, а где есть именно активные, где есть отличия между тем, что проходят в обычном классе, и тем, что проходят в онлайн, очень много отличий, вот сегодня мы рассмотрим именно эти вопросы, о том, как повысить эффективность, с использованием интерактивности. Какая есть по этому вопросу литература, я готов вам представить, такие ссылки, презентацию тоже можете скачать, и вот я могу отметить, что главное по обзору литературы, что онлайн обучение, по успеваемости, тех, которые участвовали в онлайн курсах, у них более низкие показатели успешности, чем у лиц, которые учатся очно, лицом к лицу, вот средним на 8% ниже, это данные 2011 года. Недавно проводились предварительные исследования высшей школы экономики УРФУ, по там двум-трем дисциплинам, и разницу в качестве, в улучшении не выявили, то есть пока это еще требует изучения, изучения, исследования. Так вот, главной причиной отказа от онлайн курсов по опросам зарубежных ученых, по анализу является нехватка, что говорят студенты, не хватает времени на обучение. Не хватает времени. Есть семья, здоровье, работа, уход за детьми. Вот главная причина, почему они плохо учатся. Однако были и другие мнения, что учащиеся просто используют эту проблему по нехватке времени, просто как удобное оправдание, что они не успевают учиться. Это всего лишь отмазка. То есть на самом деле, тут более глубинная проблема. Корень проблемы в том, что многие онлайн курсы не имеют возможности мотивировать учащихся. Не дают им возможность учиться, так как требуются их потребности. Интерактивность. Спасибо, Евгения Юрьевна. Я думал, что все это знают. Интерактивность – это взаимодействие. Взаимодействие между субъектами и объектами, в том числе и объектами для достижения какой-то цели. Определение интерактивности известно около 50, но я бы сказал кратко, это взаимодействие по-русски интерактивности, для достижения определенной цели. То есть не только между людьми. И вот мы говорим о том, чтобы как эти задачи взаимодействия обеспечить. На самом деле, как показывает дальнейшая практика, студенты легко могут остановить свое онлайн-сообщество по обмену опытом и знаниями друг с другом, совместно писать сочинения, создавать проекты. Все это прекрасно знаем, коллеги. Проводить обсуждения, групповые проекты, между группами состязания какие-то проводить. И вот через участие в этих учебных задачах учащиеся и могут сформировать собственные навыки для решения реальных проблем. И там бывают и конфликты. Вот там самое интересное, умение находить компромиссы, умение импровизировать, эти компромиссы учитывать и снимать вот эти противоречия. И психологи, это уже психология пошла, психология пошла активно в онлайн-обучение, онлайн-педагогика, онлайн-психология. И вот с 90-х годов Американская психологическая ассоциация выступала за подход, который подчеркивает наличие в онлайн-курса, именно наличие совместных аспектов обучения, их активную роль, тогда повышается результативность и выравнивание между оффлайн и онлайн по качеству. Они разработали ряд принципов и сформировали их по четырем группам. Это познавательные и метакогнитивные факторы. Вторая группа – это мотивационные и эффективные факторы. Третья – развитие социальных факторов и учет четверто индивидуальных различий. Так вот, нужно просто поощрять, если коротко говорить, учащихся к активному участию в учебных задачах. Пусть даже у него что-то не получается. Вот это поощрение, углубленные дискуссии. Причем я очень часто выступаю сторонником того, что дискуссии в онлайн отличаются от реальной жизни. Там бывают ответвления, бывают возвраты, вот этот цикл. И тут нужна технология особо. Вот почему древовидный формат, вот эти веточки, где они закончились, где они продолжились, они позволяют видеть логику, кто кому сказал, от чего возникло это мнение, где оно закрылось, а где продолжилось. Вот почему Facebook с его плоской лентой не позволяет отражать реальную динамику. И нужно понимать, что конечный успех онлайн курсов в значительной степени зависит от ориентированности на совместное обучение. Мы там дальше коснемся вот этих автовебинаров, антивебинаров. Человеку интересно именно присутствие в среде и взаимодействие с окружающей средой, с такими, как он, вплоть даже если это имитируется. Что мы имеем еще с 90-х годов, это и вики, и блоги, и форумы, где обмениваются идеями, ответами на определенную тему, а инструктор играет роль модератора, излагает тему и направляет эту дискуссию. И вот в этом отмечают ученые колоссальный потенциал. Здесь можно предлагать разные методы, и проблема состоит в поиске оптимальных методов. Какова их цена, каковы их эффекты, вот эта проблема, и исследователи отметили, что асинхронные инструменты, когда не одновременно, вот мы сейчас с синхроном, а бывают асинхронные, у них больше возможности порой для отдельных задач, где студенты могут лучше переварить материал курса. А вот синхронный материал, как сейчас, вы на слух воспринимаете, без подготовки, вот именно сейчас у вас формируется какое-то понимание, что я хочу сказать. синхронное хорошо больше годится на выполнение каких-то проектов, где уже подготовленная группа какой-то действий, деятельность уже готова. И вот главным препятствием является отсутствие теоретических рамок для таких исследований. Нету теоретических рамок, сложно с понятием, с пониманием того же самого у разных участников на разных языках. Вот отсутствие этой теории, наблюдений, где имеется хорошая статистика, приводит коллеги к отсутствию рекомендаций, которые преподаватели могут включить в свои электронные курсы. Ну нету рекомендаций. Вот почему мы говорим, вот можно так, а где-то проверено. Какова эффективность? Никто не знает. Это очень частый пример, который мы наблюдаем. Инструментов сотни сторонников, тысячи, результатов эмпирических нету. И вот мы идем методом пробы и ошибок. И с теорией проблемы, и с эмпирикой проблемы. И вот поэтому возникает вопрос, а как же к этому подходить? И вот цель этого вебинара, это разработать несколько опробированных, на практике предложений, чтобы ответить на вопрос о том, как выбрать подходящие инструменты, с учетом именно интерактивности. Проводилось исследование, я могу дать ссылочку на поиск эмпирики, но это было очень сложно доказать, почему вот эта интерактивность лучше или хуже. И вот в контексте выравнивания инструментов обучения с учебными задачами, вот это понимание подгонки, что, какой инструмент к чему лучше подходит, я хочу вместе с вами, вы сами выбрали этот путь, решить сегодня. И вот характеристики этого электронного обучения можно пока использовать только с помощью частичных эмпирических наблюдений. Возможно, в дальнейшем и будут математические модели, где будет происходить связь, но пока до этого еще мы не дошли. Так, если вопросов нет, я сейчас хочу напомнить, возвращаясь к теме нашего вебинара, что такое вообще классическая постановка задачи и системного управления, и моделирования. И вот я хочу задать вопрос, согласны ли вы, что вот эти три условия вам не просто вот вы знаете, но вы их принимаете, чтобы что-то достичь, нужно знать, что достичь по времени, по цели, по объему, например, сколько заработать, или сколько выпустить студентов, или сколько выпустить курсов, это что достичь, при каких ограничениях, когда вам известен ваш потолок, вот мой бюджет, меня больше нет, или бюджет времени, или бюджет финансовые, технические возможности, и вам известно, чем вы можете управлять, например, я могу привлечь 10 человек, или с маленькой зарплатой, или 3 человека с большой зарплатой, то есть я могу менять, или я могу, если не получается, пойти спросить, мне подскажут, я не буду никому платить за это, и это мой ресурс, чем достичь, или я не буду ни у кого спрашивать, я найду средства, заплачу эксперту из своего бюджета, он мне поможет, согласны ли вы, что это и есть классическая постановка задачи, вообще для всего, не только для интерактивности, что достичь, или целевая функция, какие системные ограничения, они должны быть известны, они константы, их выше не принес, и чем достичь, если вы согласны, напишите 1, если не согласны, не понимаете, или возражаете, напишите 0, а мой секундант, возможно, и не будет работать, и не будет считать, потому что, скорее всего, как я полагаю, с этой постановкой задачи согласны все, вы скажете, как бы, ну а зачем говорить тривиальные вещи, говорить о том, что и так всем известно, я хочу об этом сказать, не просто так, потому что, если вот эту триаду постановки задачи не соблюдать, мы получаем следующую картину, а давайте выделим миллиарды на какой-то проект, естественно, из этих миллиардов что-то получится, но эффективность можно было бы на эти миллиарды сделать более интересная, более полезная, чем вот это что-то, или, а давайте мы, начнем применять вот эту платформу, а не ту, потому что это модно, и вот она такая, ну давайте, а то, что у нас нету серверов, у нас нет специалистов по этой платформе, что она тяжелая, она может быть красивая, и все такое, и в ней есть хорошие возможности, но у нее сервера более мощные, у нас нету средств, а никого не волнует, она все равно модная, давайте думать об этом, и так, из 39, некоторые вообще не голосуют, возможно, они сейчас что-то анализируют, думают, это нормально, мы идем дальше, классическую постановку задачи мы вспомнили и приняли, а Виталий Станиславович хорошо подумал и тоже проголосовал, спасибо, вот сейчас я вам хочу показать, те методы интерактивности, которые на мой взгляд, вот из опыта существуют, и я хочу с вами сейчас уточнить, с чем вы на этом слайде не согласны, вот я среди традиционных методов интерактивности, указал форумы, асинхронное взаимодействие, тесты, без участия человека, автоматически человек, обучаемый видит результат, получает оценочки, и даже отзывы, и даже какие-то эмоциональные, видео, это тоже интерактивность, там можно сделать паузу, там можно вернуться назад, ну такая больше пассивная интерактивность, это тоже вид интерактивности, и вот многоточие, я попрошу вас среди традиционных, что тут я пропустил, кое-что я тут специально пропустил, мне интересно знать, знаете ли вы, что это, и инновационный, я вот этот метод коллизия не скажу, что он как метод уже существует, но как некий прием, как про образ метода, когда докладчик не, идет по накатанной, что он приготовил дома заранее, а идет по тому пути, который выбирает слушатель, выбирает большинство. Задание с открытым ответом, спасибо, Илья Аскарович, это тип теста, но спасибо, что вы знаете, на самом деле, я знаю около 20 видов тестовых заданий. Задание в виде ответа, это очень хорошее дополнение, это действительно, что не указано, вот это очень сильный прием, например, файл в виде ролика, где на ролике записана, например, коллекция одежды, которую создал этот обучаемый, он представляет не саму коллекцию, а ролик, в виде ответа на задание, спасибо, это очень мощный, кстати, я чувствую, что здесь идет о знании одной из систем, дистанционного обучения, я не буду называть ее специально, чтобы не было у нас сейчас ненужного спора, но при ответе на, при выполнении такого задания, можно включить оценку не только преподавателя, но и самих студентов, тут появляются супер новые возможности, когда оценивают не только преподаватели, но и студенты, но может быть еще кто-то вспомнит, какой вид интерактивности здесь пропущен, на самом деле, очень есть мощный вид, элемент, элемент обучения, онлайн обучения, в котором колоссально работает интерактивность, он давным-давно известен, правда, он редко применяется преподавателями ввиду особой трудоемкости, не столько технической, сколько методической, логической, содержательной, когда нужно что-то заранее придумать. Ну вот я вижу, среди присутствующих, пока никто не может вспомнить, ну давайте еще 10 секунд посмотрим, кто может вспомнить, какой еще вид интерактивности существует давным-давно, как традиционный, правда, нужно возразить, какой же он традиционный, если его мало кто использует. Я отвечу, есть такой элемент, семинар со взаимным оцениванием, когда преподаватель заранее формирует критерии оценки, их весовые функции, и даже дает тренировочное задание, чтобы научиться оценивать. Ага, ну вот я чувствую, что Ильяновск Айласкярович, так, откуда, откуда, специалист по дистанционному обучению, из ТС Командор, отличная ТС Командор, не знаю, что такое ТС, но Командор, действительно, имеет в своем составе, торговая сеть, вот такого эксперта, семинар, спасибо. А вот по инновационным, может быть, кто-то еще вспомнит, по инновационным, метод Колизея, кстати, вы можете оспорить, я всегда говорю, спорьте, я не пуп земли, не бог, я могу ошибаться, мы же сами выбрали третий вариант взаимодействия, где мы вместе ищем, а там и есть и спор, можете спорить со мной, может быть, метод Колизея никакой, не инновационный, вот, например, стриминг, я сегодня публиковал в группе Профидо, пример стриминга, в ходе которого мы провели международный семинар, уже второй, где участвовали не только Россия, руководители крупных библиотек, не только России, но и зарубежья, в форме стриминга, но там была обратная связь, там в ходе вещания в Ютубе был рядом чат, и вопросы из чата попадали в эту картинку, и мы видели, и отвечали, не просто там технически, как слышно, алло, прием, нет, там была живая связь, и эмоции были, я разместил запись этого стриминга, это была интерактивность, это не вебинар, это стриминг, отличия есть, вот в вебинаре ограниченное количество участников, а там не ограничено, ну, мы уже говорили, я сейчас не буду распространяться, антивебинары и автовебинары, вот я уже трижды упоминал, хочу еще раз сказать про Павла, он категорически, негативно высказывается об антивебинарах, и я его поддерживаю в том случае, когда это обман, когда продается, рекламируется не вебинар, а его имитация, где крутится ролик, который нельзя остановить, и можно писать чат, и кто-то отвечает, и имитируется ответ, и вот он спрашивает, как вы, согласны или нет, и тут же в чатике посыпались имитационные ответы, подставные лица, да, 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 согласны, это все, это фикция, вот это автовебинар, и говорят, что на этом хорошо зарабатывают, наверное, это правда, но это тоже интерактивность, хотя если сказать, а это запись, и там имитация, и там сидит консультант, и там это просто вам для интереса, и мы не врем, и вот такое назвали антивебинаром, то есть вебинар, но не вебинар, это его имитация, то есть тут точки зрения разошлись, все зависит от честности, к тому, что, ничего, Юрий Васильевич, посмотрите, создание творческого проекта в группе, Наталья Петровна, спасибо, что вы предлагаете творческого проекта, а инструментально, вот метод, как это творческие проекты в группе, в принципе, это можно сделать и в форуме, вот в форуме творческие проекты, что-то можно сделать, причем в форуме еще разбить их по группам, по проектным группам, они сами выбирают группы, тоже не буду называть эту систему конкретно, она во многих такая есть, методика технологий, выбираешь группу, выбираешь себе там роль в этой группе, и зайдете проект по расписанию, участвуете, потом вы даете, защищаете, это можно делать в форуме, хорошо, что вы напомнили, видео с асинхронным чатом, я тоже писал, в профиду разработали коллеги из Израиля, один из них разработчик, наш соотечественник, точнее русскоговорящий соотечественник из Украины, когда вы смотрите, обучаемый смотрит ролик, тоже из Ютьюба, и по ходу действия он задает вопрос, здесь же в этом же ролике имеется чат, это не автовебинар, сообщения из чата попадают всей группе, могут ответить преподаватели, и студент видит, где вот эти точки по ходу вопроса-ответа, он видит, что там писали, они выплывают автоматически, преподаватель видит, в каких точках таймлайна возникают вопросы, какие вопросы, и вот это вот новый вид интерактивности, инновационный, он только-только появился, он работает в моду, в Wordpress, и еще других платформах, не подумайте, что я только моду рекламирую, как некоторые думают, это неправда, я и другие платформы, уважаю и знаю, а не просто зациклился, чат-боты, об этом я часто говорил, проводил вебинары, напомню, это диагносты, которые могут диагностировать проблему, от имени преподавателя, консультанты, отвечать на вопросы, даже на плохо сформулированные, вот Евгения Юрьевна Широкова, помогала мне по качестве эксперта, она знает, что это такое, или автоматы в чатах, многие видели, знаете, когда на этой страничке выскакивает чатики, вот это вот, а не хотите ли у нас акция, или у нас вот тут мероприятие, поучаствует, то нажмите сюда, закрывая страничку, он опять выскакивает, ой, не уходите, вы не посмотрели вот это, многие к этому относятся негативно, в том числе, меня это раздражает, эти автоматы, но тем не менее, на определенных этапах онлайн курса, можно эти автоматы тоже выбрасывать, итак, нет, а, спасибо, я думаю, кто первый спросит, а вот секундант Сергей Александрович спросил, вот теперь оставлю галочку для скачивания, я специально спровоцировал, кто спросит, мне не жалко, просто интересно, подобная схема на саунтовой клауде используется, на выбранной, ага, вот, 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 Илья Аласкярович, мне нравится своей экспертностью, он понял, не обязательно каждому из нас быть экспертом, но вот некоторые знают что-то большее, но кто-то может работать в библиотеке, ему это не надо, хотя, вот здесь присутствует, любимая мной широкого, Евгения Юрьевна, Евгения точно, а вот отчество уже сомневаюсь, Юрьевна точно, вот казалось бы, зачем, вот такая интерактивность, с асинхронным чатом, это определение мое, я его нигде не видел, видео с чатом, я его назвал асинхронным, в библиотеке, вот зачем, какой смысл, они же не занимаются, как бы, непосредственно обучением, не ведут непосредственно образовательную деятельность, хотя и могут попутно вести, зачем, вот, у меня есть версия, а у вас есть, зачем версия на, в торговой сети, зачем, в торговой сети, в библиотеке, в магазине каком-то, да, в какой-то коммерческой компании, вот этот, этот прием, видео с асинхронным чатом, ну че, вот где, вот на саундклауде, когда звуковой ролик крутится, сервис такой, там можно, слушаешь музыку, опа, написал в каком-то месте, свой комментарий, опять дальше слушаешь, о, тебе этот инструмент понравился, опять пишешь, или голос лектора идет, и вы пишете, вот так асинхронно свои метки, попробуйте подумать, вот сейчас, сами, раз вы сами договорились, что вам нужен убеждающий, а в убеждающем, споры, поиски, эвристика работает, вот попробуйте сейчас, пока еще идет вебинар, найти идею, для применения видео с асинхронным чатом, а я пока, раз нет других предложений, вот инновационные, тоже можете вспомнить, вот покажу, anota.net, это как раз сайт, на котором можно посмотреть, получить плагины для Moodle, WordPress, тут еще много чего крутится, которые реализуют этот видео, с асинхронным чатом, вот я сейчас показываю, мой ролик из YouTube, на моем сайте, на какой-то страничке, вот тут ролик, вот этот таймлайн, добавляется, кроме обычного таймлайна YouTube, еще один добавляется таймлайн, вот тут одна меточка появилась, когда начинается много, тут их, они начинают размножаться, еще расти столбиком, видна еще, гистограммочка, вот этот чат, сейчас открыт, его можно закрыть, тут можно искать поиск, вот написал, зарегистрированный, это в Moodle, можно не только в Moodle, и, кстати, в EDX еще появилось, сторонники EDX, такая платформа тоже, и WordPress, тоже могут это применять, вот здесь, когда, сколько ответов, и варианты типа вопросов, хвалебные или педагогические, можно сказать, или какие-то идеи, или какие-то вопросы, или даже тесты в ходе просмотра, или просто свои личные комментарии, вот и вся идея, вот и вся идея, и так, мы видим обычный ролик из YouTube, на страничке курса, или блога, или вашей торговой сети, а там вот эти чаты, ну что, нету идей, кто у нас инноваторы, кто умеет генерировать находки, если хотите, я сейчас свою расскажу, или еще подождать, как можно это применять, в библиотеке, или торговой сети, про онлайн курс, тут уже как бы понятно, это асинхронный чат, если надо, скажите, сказать, напишите, я скажу, мою версию, мою гипотезу, которая, кстати, родилась именно сейчас с вами, вот ссылочка на автовебинар, вот этот автовебинар, я вот здесь включил перевод на русский, он переводится криво, по этой ссылочке я публиковал ее в Фейсбуке, каждый из вас может не просто купить эту систему автовебинаров, но и зарабатывать, скажу сразу, что я не рекламщик, я ничего не рекламирую, и вообще я здесь ничего не продаю, не подумайте, что мой вебинар какой-то продающий, я действую от нашего сообщества, профидо, в данном случае, и ничего продавать не собираюсь, а попробую показать, демонстрацию экрана, видите ли сейчас страничку, вот я сейчас показываю страничку, где предлагается этот автовебинар, видите мою страничку, спасибо, спасибо, видите, а тут они очень хорошо, я считаю, ну очень хорошо умеют впаривать, и вот тут вот счетчик дней, часов сколько осталось, скажу сразу, что каждый день эти цифры меняются, ничего это не, они врут, что вот осталось 20 часов, эти 20 часов у них каждый день так и будут, и что можно заработать кучу денег, и вот сколько там результатов, и вот хвалебные отзывы, очень сильное воздействие, прошу быть крайне осторожными, и не подвергаться воздействию этой психической атаки на ваш кошелек, она очень мощная, но то, что они тут предлагают любую запись, или презентацию, транслировать, имитировать, и делать покупки, это действительно, я посмотрел, у них работает, и можно делать и реальные вебинары, представляете, реальный вебинар можно делать, вы скажете, я это написал вот в группе, это просто космические, фантастические расценки, смотрите, вебинар, сейчас я дойду где-то, а, где эти расценки, вот вебинар HD, причем там реально высокое качество, сейчас не буду анализировать, один раз платите 100 долларов, вы получаете, вы получаете до 500 участников пожизненно, как они утверждают, что хорошо у них, у них гарантия возврата, вот это я хвалю, в течение 30 дней, можно деньги вернуть обратно, я сейчас не, не хочу включать, не хочу все это показывать, я лишь говорю, что это информация, не убеждаю, не агитирую, не оцениваю, я, мое негативное мнение, изложил, что когда врете, это плохо, если говорите правду, это нормально, но то, что 30 дней гарантия, эти 100 долларов, 97, это у них работает, проверял частенько, хорошо, идем, идем дальше, идем дальше, уже к финалу, автовебинары, можете посмотреть, про стриминг, я уже рассказал, вот этот стриминг, вот эта ссылочка, кто хочет, посмотрите, я делюсь с вами опытом, можете скачать, там действительно идет, нон-стоп конференция, с ведущим, докладчики меняются, и в конце там даже, коллективное выступление, выступление в эфире, сидит коллектив, руководители, районных библиотек, в зале, в столице одной из республик, это руководитель, вместе на их фоне, делает сообщение, по скайпу, в ОБС, в YouTube, с обратной связью, не буду больше об этом, вдаваться, а теперь последний вопрос, дорогие коллеги, какие еще виды, инструменты, интерактивности мы знаем, вот тут очень хорошо, мы вспомнили про семинар, про проектную работу, и получается, что как бы все, вот те инновационные методы, я написал, у меня вопрос к вам, вы согласны, что это инновационные, если вы согласны, то, что вот по моей классификации, что это инновационные, я прошу ответить, да, или один, если не согласны, ноль, можете написать, почему, если хотите, я вот вернусь, согласны ли вы, что вот на этом слайде, представлены, представлены, инновационные методы, как колизея, постоянный интерактив, это не просто тесты, в ходе вебинара, они давно используют, я тоже их люблю, это изменение, с самой логики мероприятия, полностью меняется логика, стриминг, он тоже давно известен, более того, некоторые школьники, подростки, стримят свои игры, тоже с обратной связью, даже деньги зарабатывают, в ходе стриминга, там у них донаты, вознаграждения, пожертвования, это давно есть, но в образовательной среде, я не вижу пока особо, ну да, вот Минобор проводит стриминги, но без обратной связи, ну точнее, вещание через YouTube, но без обратной связи, в обучении не вижу, а это же научный, научный семинар, научно-методический, я не видел аналогов, чтобы в научно-методической работе, использовали такой стриминг, поэтому я считаю, автовебинары, вот видео со синхронным, ну чат-боты вроде как давно известны, но я тоже не вижу аналогов, и так мы можем подвести черту, можем подвести некие итоги с вами сегодня, дорогие коллеги. Три вопроса, которые я бы хотел бы с вами в конце вместе обсудить, ведь вы же сами выбрали убеждающий, эвристический, поисковый, метод сомнений, вопросов, стиль моего сегодняшнего вебинара. Вот первый вопрос, как вывод, что я получил нового, что именно? Вот судя по вашим ответам, не будем сейчас детализировать, новое было получено, вот в частности, по anota.net, аннотирование видео, аннотирование видео, я его переначал, как видео с асинхронным чатом, может быть не лучший перевод, но как-то более понятно, аннотирование видео, немножко сбивает, вы согласились, что это новое. Второй вывод, было ли что-то актуальное, ну кто занимается наукой, знает, что актуальность, это осознание между потребностями, и осознание невозможности достичь определенного решения существующими средствами, осознание невозможности решить существующими средствами решение определенной задачи, актуальность. Итак, да, было актуально. Вот я сейчас приведу мое мнение, как можно использовать аннотирование видео для библиотеки. Вы разместили мероприятие, вы готовите мероприятие, в котором вы хотите, ваш руководитель, или вы сами говорите о каком-то встрече с известным человеком, или какой-то конференции, которая походит в библиотеки, но вы хотите до начала конференции собрать вопросы и пожелания по каким-то элементам, по каким-то вопросам. И вы говорите, вот в этом видео есть чат, и вы по ходу видео нажмите паузу и задайте вопрос, и начинаете это видео размещать в своих рассылках. Вы начинаете видеть обратную связь, и вы начинаете видеть, что участники тоже начинают между собой уже общаться, не только ваш руководитель, но и участники этого просмотра общаются, и происходит социализация. Или, например, вы даете запись выступления какого-то писателя, ученого в вашей библиотеке для тех, кто не смог прийти. И вот те, которые не смогли прийти, они общаются, они взаимодействуют именно по логике выступления этого ученого. Вот именно в этом месте возникают вопросы, возникает обратная связь. Это новый вид деятельности, медиа деятельности в библиотеке. Если это торговая сеть, торговое предприятие, вы можете, например, при реализации какого-то продукта, продукта, создать обратную связь с покупателями. Вы продаете какую-то там, и говорите, вот у нас описание, мы по нему рассказываем. Вы имеете возможность задать вопрос по этой опции, или по этим возможностям. И оставить свое мнение, если у вас есть хвалебное, или предложение, и там появляются эти значочки, сердечки, или вопросики, или лампочки с идеями. Вы говорите, мы открыты для вас, мы максимально хотим получить обратную связь по этому предложению. Вы находитесь далеко, и у вас нет возможности прийти к нам синхронно. А синхронно, пожалуйста, пишите по ходу ролика. Вы одним роликом решаете задачу социализации, общения, взаимодействия в асинхронном, удобном формате. Ведь там как работает этот элемент? Один написал вопрос, и преподаватель, или руководитель, и все остальные участники получили на почту сообщение с этим вопросом. И в этой почте эта система дает ссылочку. кликайте по этой ссылочке, попадаете на ту точку просмотра, на таймлайне, где этот вопрос возник. Понимаете? И вот она социализация. Один раз вы это сделали, и у вас появились вопросы. Или, например, вот вебинар какой-то проводите, мы сейчас собрались синхронно. А кто-то не может. То есть вы можете записать видео, провести вот такой вот условный вебинар с аннотированием. Честно, это запись. Ну, по мере проноста. Дорогие коллеги, я рад, что вот это заключается. Да, и что мне делать? Последний вывод. Если вы почувствовали актуальность, если по постановке задачи, ведь посмотрите, везде была постановка задачи, что это недорого. Вы посмотрите, сколько стоит оно, то плагин для моды. У меня он есть, он работает. Посмотрите по необходимости автовеминары. Но постановка задачи должна, вот как мы говорили, всегда вот эти три условия учитывать. потолок. Если вы этот потолок не учитываете, если вы не можете что-то менять в ходе своей задачи, то вам надо менять задачу или менять вариант решения. Вот, что я хотел вам сказать. Таким образом, мы постановку задачи с вами умеем формулировать, мы понимаем, что это такое, хоть даже и без математики, но на уровне логики. Мы рассмотрели теоретическую часть важности обучения, и мы знаем, что нам делать. Кому важно именно знать, как делать, приглашаю в профи.док. Задавайте бесплатный вопрос, получите бесплатный ответ. Естественно, может быть, то, что продается за деньги в кассе, вам никто бесплатный не даст, но расскажу детали, что это может дать. спасибо, дорогие друзья, мой доклад закончен, надеюсь, что было хорошо видно, слышно, Павел Юрьевич, я здесь. Если вам понравился этот вебинар, напишите сейчас свое мнение, если не понравился, тоже еще больше напишите ваше мнение, и я хочу пожелать всем всего доброго за ваше участие и любовь к онлайн-технологии при решении наших с вами задачи. Особая благодарность Сергею Александровичу Чемизову за то, что он прекрасно исполнил роль секунданта. Особая благодарность Евгению Юрьевне за хорошие вопросы и эксперту нашему, который очень ценные мысли подсказал, Илья Аласкярович. ТС торговая сеть Командор. Очень приятно, что в Командоре работают такие эксперты. Спасибо вам за ваше внимание. Поблагодарим Юрия Николаевича за замечательный вебинар. Вас я благодарю за активное участие в вебинаре. Напоминаю, что сертификаты об участии в вебинаре вы можете приобрести по ссылке, которую я привел уже не в начале, а в конце нашего чата. Хочу напомнить, что запись вебинара появится через некоторое время на нашем учебном канале. Следите за нашим учебным каналом на ютюбе. Ну и мне осталось только пожелать всем участникам хорошего проведения наступающих праздников и выходных и с новыми силами в новой учебной неделе на новой учебной неделе приходить к нам на Директ Академию. Напоминаю, Директ Академия это вебинар каждый день. Будут новые, хорошие, интересные вебинары. Всего вам доброго, с наступающим праздником, до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok